Неваза такой специфический вид, от судейства до состава участников, что надо держать ухо в острове. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ходил там, пописал, полдня не поел, ну и побегал. Ну ты же не знаешь, какие у тебя будут соперники, все такое. И ты не знаешь, как ты вообще, в первой складке вылетишь, либо займешь первое место. Но ты все равно мечтаешь, что ты выйдешь, у тебя будут соперники, а соперник твой не выйдет на ковер. Это план твоей победы? Да. Штамповать параллунных мастеров спорта нам не нужно. А мастер спорта дают, да? Нам нужны качественные мастера спорта. И говорят глаза, никто не против, все за. И говорят глаза, никто не против, все за. Вот так вот. Я случайно вошла в состав сборной Москвы по джурджитсу Неваза. Я, честно говоря, не рассчитываю вообще ни на что. А мне интересно побороться с сильными девчонками, которые будут. Все говорят, и как бы мне настраивали на это, что соперники на Невазе самые сильные. Ну, за этим я и еду получить люлей. Нам финансируют поездку федерация джурджитсу Москвы. Говорят, что в области тоже финансирование было, и московская область тоже ехала за счет бюджета. И это круто, потому что оплачивают питание, проживание и дорогу оплачивают. Вообще, для спортсмена, который обычно привык выкладывать сотку баксов за соревнования, тут мы платим полторы тысячи рублей взнос, и все, все остальное нам оплатила федерация. Это мега круто и очень располагает к тому, чтобы выступать на этих турнирах. Очень забавно, но куча ребят из Москвы выступает за Московскую область, куча ребят из Московской области выступает за Москву, куча ребят из Москвы выступает за Ульяновскую, Калужскую и еще кучу всяких разных областей. Неважно, кто где живет, выступать эти все ребята могут от разных регионов, даже если они тренируются в одном и том же клубе у одного и того же тренера. Есть люди, которые уже условно там всего добились и им по кайфу выступить, но их меньшинство. В основном это амбициозные спортсмены, которым нужны звания, которым нужны победы на этих чемпионатах официальных, и которым нужен прям результат-результат, и они за этим едут. Человек явно не за пончиками бежит. Да-да-да. А куда бежим? Я сгоняю. Сколько еще? Сто граммов осталось. О, удачи. Спасибо. Почему ты в маске, а все остальные нет? Ну, я соблюдаю правила. Ну, еще у меня лицо просто не страшное, я так пытаюсь. Выглядит лучше, чем есть. Сейчас еле в лес, короче, в лес, гонял. А что такое еле в лес? Ты трусы снимал, чтобы вместе, или что это значит? Малтинца, укрите, оборачивай. Правда, знаменитый вопрос. Шорты пришлось надеть, не штана. Компромат. Да, да. Бабка компромат. Я не гоняю, слава богу, кто гоняет, они сейчас очень учатся, я решил лучше набирать. Всем советую лучше набирать, больше кушать и качаться. Все, мне надо сейчас найти Антона и отдать документы. Поделитесь секретами, да? Ну, вот примерно так, разогреться, а потом лежать. Я вообще спокойное состояние, то есть нету такого вот амбиции. И мне это даже радует, потому что когда есть амбиции, они, ну, переполняют тебя, и ты начинаешь волноваться. А когда тебе нет амбиции, ты просто спокойно едешь, спокойно борешься. Вот, и наоборот, когда слишком так потухать нельзя. То есть должен быть такое состояние от боевой готовности. То есть ты должен быть готов к соревнованиям постоянно. Заду тебе на ковер, должен все время быть готов к соревнованиям. Все хорошо, готовились. Самое сложное, я думал, позади оказывается, все еще только начинается. Все прекрасно. Сидим два с половиной часа, мандатка не завершена. Мы просто поздно приехали, Руслан. Я, имея прошлогодний опыт состояния здесь четыре часа, в этом году приехал к десяти. Прошло ровно за семь минут все. Семь минут у меня все занял. Все, и потом у спортсменов ходил, взвесился, поэтому... Мы тоже все прошли. Мы просто уже час ждем кассу, чтобы деньги заплатить. Но, тем не менее, по куче счастливых лиц вокруг, по спящим в креслах спортсменам, можно понять, что организация организована прям идеально. Достойно настоящего советского турнира. Понимаете? Никто не против, все сам. Да ну ладно, ну что. Надо всем показать, как чудесно Федерация Москвы заботится о своих спортсменах. Разве нет? По-моему, да. Спасибо спорткомитету города Москвы. Не говорят глаза, никто не против, все сам. Поспишемся, ребят. Спокойной ночи. Пока-пока. Будем воевать завтра. А что тут происходит? Ну так, раздаваясь. Так завтра же только турнир. А? Турнир же только завтра. Ну, надо размяться на ночь. Отсутствие татами не мешает? Нет. Было бы желание. Уже так всегда разминаюсь. Пусть будут силы нашей волею умножены, Тогда мы будем преимуществ подебеть. Пускай свидания будут временно отложены, И все влюбленные придут за нас болеть. И говорят глаза, никто не против, все сам. И говорят глаза, никто не против, все сам. Золото в копилке есть. Огонь. Александр Максим, истинный самурай в джиу-джитсу. Что с тобой, с чемпионат? С чего? Чемпионат. Никто не против, все сам. Маяком сверкает лысина этого замечательного человека. Не могу не задать вопрос, что вы скажете о своем настроении. Настроение хорошее, готовность к чемпионату, как всегда, максимальная. Неваза такой специфический вид. От судейства до состава участников, что надо держать ухо во стол. Я первый раз на чемпионате России. Чемпионат России это уровень огромный, потому что пояса все перемешаны. Конечно, нужно выкладываться на максимум, что мы будем делать в этот раз. Только за победой пришли. А я пришла получить удовольствие. Все вы знаете это лицо, вы знаете этого чемпиона. ЛКН, да? ЛКН, лицо кавказской национальности. Да, ну расскажи, с каким настроем-то на чемпионате России. Главное без травм, получить опыт. А остальное, как получится, главное выложиться. Скажите, Михаил, а Динамо тоже бежит? Какое Динамо? Ну, Спартак там какой-нибудь. Вы же на легкоатлетическом кроссе? Оху, легкоатлетическом кроссе старый. Ты бухнул, что ли, с вечера? Да не может такого быть. Я же вижу, как уверенно вы продвигаете ногами. Борцы так не бегают. Они скромно хрустят своими коленями. А у меня на коленнике каждый по 10 тысяч. В итоге, поэтому я не хрущу коленями. Хорошо, счастливого забега. Спасибо. Спортсмены сами не попросятся на пенсию. Не хватит сил у нас трудиться целый век. Пускай нас радио раздунет громкой песнью. Пусть утро добрым будет каждый день у всех. И говорят в глаза, никто не против СЕЗА. И говорят в глаза, никто не против, все сам. Чёрных пояс и секунданты борются два чёрных пояса и судят их человек, который ничего не понимает в джиу-джице. Создаляй своё тело для полезного деда, мы умеем за способы жить. Создаляй своё тело для полезного деда, чтобы родине верно служить. Привет! Специально для джи-джи-фикс я рада сообщить о своей победе. Главной задачей для меня в этот раз являлось просто не травмироваться, потому что я недавно только вышла из реабилитации и протренировалась всего лишь четыре дня. Когда я увидела свою категорию, я была немножко в жёге, потому что после травмы всё-таки был страх, и я очень сильно переживала. И я очень счастлива, что в этот раз всё сложилось, и я не травмировалась. Было тяжеловато после такого долгого простоя, но я справилась. Я заняла третье место, я от себя в шоке, потому что это мой первый чемпионат России. Я самый младший пояс в своей группе. Я заняла третье место, я просто нереально с собой горда. Все заниматься джи-джи-джи, смотреть обучалки БЖЖ Фрикс. Здоровья и без травм. Всем привет, меня зовут Руденко Ярослав, я коричневый пояс от Таддика Гусейнова. Стрела показала хороший результат. Пока ещё все медали неизвестны. Ну, заесть как минимум одно первое, либо первое, либо второе, и несколько третьих. Что касается турнира, турнир был явно лучше, чем в прошлом году, и с каждым годом становится всё лучше. Меньше судейских ошибок, меньше задержек и так далее. Также хочется сказать большое спасибо Фриксам. Давай, Гусейн! Крутые обучалки. Ну и соперникам тоже огромное спасибо. С каждым годом уровень БЖЖ очень сильно растёт в России. Всем спасибо. На Невазе никто не хочет проигрывать. Здесь всегда жёсткий схват. Так, секрет побед Артура Устарханова. Используем современные технологии для восстановления после схвата. Настя, а если у тебя отобрать эту штуку, то будешь проигрывать? Надеюсь, что нет. Точно нет. Привет. О, ты тоже с модной штукой. Куда? И тебе тоже помогает она? Да. Я, главное, на ней даже не сэкономил, я купил оригинал. Я стараюсь не доводить до решений судей. Вот, честно скажу. Это Неваза единственный пункт, где я не довожу до решений. То есть я стараюсь преимуществом выигрывать. Ну, мне в обеих схватках здесь не додали. Сейчас не додали, да. Во второй за выход финал мне 4 балла за маунт не дали. За маунт не дали, да. Поэтому я уже привык к этому. Я на Невазе не первый раз на стране. Поэтому желаю нашему дорогому коллективу судейскому развиваться и расти. В лучшую сторону. Я считаю, что с тем же успехом можно было поставить барабан в поле чудесных куборщиков, чтобы он всем выдавал баллы, плюшки, подарки, гостинцы, приглашал родственников. Потому что в этом хотя бы будет больше логики, чем в том, что происходит на ковре. У меня просто сейчас была ситуация, когда я веду в одно преимущество, да, в ступенькое преимущество, 0-0 счет, и судья остановит, решение будет выноситься по судейскому решению. Потому что это же не балл, ну и что? Фолл же, не балл, баллов-то нету, ебут. Он прям действительно чуть не подрался с судьей. Покажи мне этого человека. Я честно, как увижу, я тебе скажу. Он сказал типа, ты что мне сказал, ты что мне сказал? В общем, мы их разняли, но было весело. Я в финале. Музыка. 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 Судейство. Судейство. Надо так же заниматься, как и борьбой. Спортсмен развивается, тренируется. Тратит на это время, силы, деньги. Также и судьи должны тратить свое время для того, чтобы учиться. И тогда было бы все отлично у нас. Ну, просто мне, знаете, что, не то что непонятно, почему они не хотят учиться. Вот самое главное. В принципе, не только они. Многие судьи, на самом деле, не хотят учиться. Хотят деньги, хотят получать. Законяй свое тело для полезного дела, мы умеем за спортом дружить. Законяй свое тело для полезного дела, чтобы родине вечно служить. Я скажу одно. Но я, допустим, никогда не боролся по вольной борьбе. И я не смогу судить турниры по вольной борьбе. Ну, то же самое там по дзюдо, по классике. И я не буду чувствовать моменты, да, соответственно. Я думаю, на этом все. Вы знаете, как я могу сказать, да? На самом деле, были некоторые судьи, которые, может быть, впервые судили. И они не совсем понимали, что происходит. И всегда смотрели на боковых судей. Консилиум создавался. А это, соответственно, как бы мешало спортсменам бороться. И где-то, как бы, непонятно со счетом она приводила к не совсем правильным результатам. Поэтому я думаю, что все-таки надо поработать по судейскому составу. И уже более качественно судить. По дорогу молодым, скорее всего, судейскому составу. Потому что я понимаю, что, может, они не специально, да, какие-то ошибки допускают. Но ребята, которые борются и судят, они вообще по-другому подходят к этой борьбе. И более, как бы, объективно оценивают. А здесь больше там со стороны кто-нибудь пассив скажет. И там пассив давали. Это очень непрофессионально. Это в целом сказывается на качестве всего чемпионата. Это очень важно. Я надеюсь, руководители посмотрят и сделают выводы. И в дальнейшем будет все действие обратно молодых ребят, которые борются и которые готовы быть судьями и принимать участие, быть полезными, как говорится. Вот так вот.